Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня у нас Вред и Польза базилика. Знатоки приправы очень уважают эту специю. Её широко используют в кулинарии для придания блюдам пикантного вкуса. Добавляют в салаты, тушёные овощи, мясо. Применяют для приготовления соусов. Но эта приправа не только знатный кулинар. У неё есть способности к врачеванию. Наш герой – базилик. Какова его польза для здоровья и в чём состоит коварство? Давайте разбираться. Специя широкого спектра действия. Базилик. Реган или базилик – трава с удивительно приятным ароматом. Из множества сортов такого растения самое большое распространение получило два вида – с фиолетовыми и зелёными листочками. С давних времён для лечения и предупреждения многих болезней люди использовали базилик. Польза этого растения для здоровья сначала была установлена на практике, а потом учёные заглянули в состав и раскрыли секрет его лечебных свойств. В нём собраны ценные компоненты – танины, флавоноиды, эфирные и растительные масла, гликозиды, фитонциды, рутин. В зелёной части обнаружился целый комплекс важнейших минералов – кальций, марганец, натрий, магний, железо и калий. Выяснилось, что эта трава может служить источником витаминов А, С, В2, ПП, К и каротина. Такой уникальный набор химических элементов наделил растение терапевтическими способностями. Оно производит бактерицидное, противовирусное, противогрибковое, жаропонижающее, мочегонное, спазмолитическое действие. Давайте мы с вами теперь посмотрим на лечебные таланты базилика. Он защищает от онкологии, помогает в лечении рака, повышает иммунитет, показан даже при ВИЧ-инфекции, купирует воспалительный процесс, улучшает состояние при заболеваниях органов дыхания, включая астму, так как разжижает мокроту, снимает симптомы ангины, устраняет метеоризм, предотвращает образование камней в почках, снижает уровень плохого холестерина, уменьшает температуру тела, благотворно влияет на органы зрения, может использоваться как вспомогательное средство терапии при катаракте, конъюнктивите, глаукоме, предупреждает кариес, укрепляет десны, устраняет несвежее дыхание в виде отвара для полосканий, действует как успокоительное средство, нормализует сон, снижает интенсивность зубной и менструальной боли, усиливает образование грудного молока у кормящей матери, улучшает пищеварение, устраняет дискомфорт в желудке, является натуральным, слабительным, очищает кишечник, снимает отечность, удаляет лишнюю жидкость, выводит мочевую кислоту, лечит ринит, для устранения насморка надо вдыхать аромат такой пряности, стабилизирует давление, ускоряет заживление послеоперационных ран, так как содержит большую дозу витамина К, бодрит, активизирует мозговую деятельность, способствует концентрации внимания, помогает преодолеть весенний гиповитаминоз, улучшает состояние кровеносных сосудов, кожных покровов, волос и ногтевых пластин, активизирует метаболизм, стимулирует переработку жиров, при этом обладает минимальной калорийностью на 100 грамм всего лишь 22 ккал, поэтому может служить компонентом диеты для снижения веса, тормозит процессы старения, благодаря наличию антиоксидантов. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим на побочные действия пряности. Это очень сильное лекарственное растение, поэтому использование его на УБУМ без учета противопоказаний, даже с самыми благими намерениями, может обернуться настоящей бедой. Основные ограничения к приему базилика. Предрасположенность к тромбозу, тромбофлебит, варикоз, нарушение свертываемости крови, эпилепсия, диабет, стенокардия, ишемия, индивидуальная гиперреакция на его компоненты, гипертония, беременность, базилик повышает тонус матки, дошкольный детский возраст. И важно, так как у базилики содержится ртуть, слишком большая доза его может привести к тяжелому отравлению, вплоть до летального исхода. Передозировка способна вызвать раздражение слизистых внутренних органов и спровоцировать судороги. Базилик часто называют травой ванги. Балкарское ясновидящее очень высоко ценило его лечебные и очистительные свойства. Если в вашем доме поселился такой лекарь, то вы забудете о простуде, кашле, насморке, а укрепление иммунитета всех членов семьи гарантировано. Но будьте с ним осторожны. А у нас все на сегодня. Поделиться с нами своим личным опытом или мнением можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь и вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео и всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok